Девушки отдыхают Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ-21+. И вот лишь некоторые темы выпуска. В полярных зорях появится новое высокотехнологичное производство аквакультуры. Реализуя этот проект, мы с вами обеспечиваем в том числе и продовольственную безопасность в Крестовской Федерации. Узнаем, почему предприятие планирует разместить на площадке АЭС и когда начнется строительство. В детстве у меня было две мечты. Одна мечта быть артистом, а вторая мечта стать химиком. Автор уникальных технологий на основе Титана, известный химик, лауреат государственной премии. Анатолий Николаев отмечает 80-летний юбилей. На время забыть о терапии, уколах и лекарствах. Я очень надеюсь, что среди детей есть любители чтения. И вообще общаться полезно. И по хорошему поводу общаться полезно вдвойне. В Мурманской областной детской клинической больнице реализовали сказочный проект. Юные пациенты окунулись в мир литературы. Андрей Чипис встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фольковым. Главной темой обсуждения стало развитие Мурманского арктического университета. ВУЗ собирается участвовать в конкурсном отборе для программы академического лидерства «Приоритет-2030». По этому проекту в стране собираются сформировать больше сотни современных прогрессивных университетов за ближайшие 6 лет. МАУ фокусируется на обучении специалистов в сфере морских технологий в Арктике, горного дела и арктических биоресурсов. Также в заявке отразили планы ВУЗа создать кампус мирового уровня с современной инфраструктурой для жизни и учебы. Руководитель проектного офиса развития Арктики побывал в Мурманском строительном колледже. Он посетил центр опережающей профессиональной подготовки и побеседовал со студентами о развитии рынка труда на севере. По словам гостя, кадров не хватает как среди профессионалов гуманитарных направлений, так и среди представителей технических специальностей. Заманивать в Заполярье специалистов нужно не только полярками и другими карьерными бонусами, но и инфраструктурой. Именно о нехватке бытового комфортно заявляют многие молодые работники. Сейчас нет вот этой романтики севера, как она была, например, в советский период. Сейчас вполне конкретные требования предъявляет молодое поколение. Комфортная городская среда, достойная зарплата, интерес. В филиале корпоративного университета «Норильский Никель» состоялась презентация профориентационного портала «Город профессии Норникеля». Интерактивный продукт компании войдёт в программу школьных уроков по профессиональному самоопределению. Как распознать сильные стороны ребёнка, чтобы выбрать подходящую сферу деятельности в будущем? «Город профессии Норникеля» призван ответить на этот вопрос. Цифровое решение по профориентации – это увлекательное, доступное для детей, их родителей и педагогов платформа, с помощью которой можно узнать о востребованных специальностях на предприятиях «Норникеля», пройти тестирование и выявить подходящее направление. Это результат совместной работы корпоративного университета «Норильский Никель» и диджитал-студии «Тетраформ». Первыми объектами, первыми локациями в городе профессии был, конечно, Норильск. Сейчас во втором релизе прошли уже Дудинка и Манчегорск. И, соответственно, ввиду того, что наша локация появилась уже в городе профессий, мы сегодня представляем город профессий тем, кому он больше всего нужен для профориентации школьников. С этого года еженедельно в школах для учеников с 6 по 11 класс проводятся занятия по профориентационному курсу «Россия. Мои горизонты». Он состоит из 34 занятий, каждое адаптировано под разные возрастные группы. Ребята узнают о достижениях России в области науки и технологий, о современном рынке труда и перспективных профессиях. Мы договорились на просвещение о том, что мы вводим региональный компонент. Этот опыт был вот в этом году. И половина, 17 часов, я уверена, мы спокойно можем использовать на городе профессии для того, чтобы не искать дополнительное время, а использовать полезное то время и по назначению, по профессиям, как раз для наших детей. Кольская ГМК – один из крупнейших работодателей в Заполярье с конкурентной зарплатой и одним из лучших в отрасли коллективных договоров. Однако, несмотря на все преимущества, есть дефицит кадров. Поэтому руководство Кольской ГМК намерено повышать привлекательность производственных профессий среди молодежи. С прошлого года компания стала участником федерального проекта «Профессионалитет». Мы работаем с Мончегорским политехническим колледжем МОНБК, Печенский политехнический техникум. Но этого сегодня недостаточно. Профессионалитет даст нам взрывной рост. Но самое главное, чтобы дети хотели приходить туда, то есть чтобы они уже в средних классах понимали, выбирали правильную профессию, делали правильный выбор. И для нас это выбор металлурга, горняка, но это основные профессии. Но на самом деле на Кольской ГМК более 200 профессий. Предполагается, что изначально в городе профессии должны освоиться педагоги-навигаторы. Им предстоит изучить платформу, испытать ее, а также посетить предприятие, чтобы представить детям информацию, исходя из собственного опыта. Я думаю, что будет очень интересно, потому что тут также предлагаются различные тестирования, диагностики, как я увидела. Помогут также ребятам, конечно же, узнать предметно работу нашей компании, потому что я думаю, что ребятам будет интересно, потому что у многих родители работают в КГМК. В помощь специалистам по профориентации также создали увлекательный школьный урок, который заменит привычные лекции о профессиях. Для урока подготовили красочную анимированную презентацию в стилистике проекта. С него и начнется блок экскурсий в город профессии Норникеля в школах Мончегорска. Все необходимые материалы уже переданы в образовательные учреждения. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Мончегорск. В 80-летие отметил известный заполярный химик Анатолий Николаев. Коренной северянин живет и работает в Апатитах в Кольском научном центре. Он автор уникальных методик и технологий, связанных с Титаном и не только. Лауреат государственной премии. С ученым смогли пообщаться журналисты ТВ21+. Анатолий Николаев – автор более семи сотен научных работ, известный химик, доктор технических наук. Он создатель множества уникальных методик. Это и переработка титанового сырья, создание продуктов на основе титана, молекулярные сета, герметики для космической промышленности. Он и сейчас, в свои 80, приходит на работу с самого раннего утра. Признается, химия – дело его жизни и большая любовь с самого детства. В детстве у меня было две мечты. Одна мечта – быть артистом, а вторая мечта – стать химиком. У меня была лаборатория. Это было очень тяжелое время. Конечно, тем не менее, была пумбочка, в которой я хранил реактивы. Анатолий Николаев – коренной северянин – все свои научные разработки посвятил мечте. Найти применение всем элементам сырья, что добывают из кольских недр. Он вырастил целую плеяду ученых. Стоял у истоков создание Центра наноматериаловедения. Его работы отмечены государственной премией. По сей день он неутомимо ищет новое и старается добиться лучшего. Технология, она как вот ребенок. Вот если ею не занимаешься, то ты уходишь в какой-то каменный век. И все время приходится вот какие-то совершенствования. И по самим переделам, основным переделам. И самое главное – по линейке продуктов, которые мы можем получать. Работать рядом со столь мощным ученым – честь, так считает генеральный директор Кольского научного центра Сергей Кривовичев. Анатолий Николаев – это целая эпоха в развитии науки. Он создал столь много идей и подходов, что их еще предстоит воплощать. Сейчас постепенно мы, так сказать, проводим ревизию и приходим к тому, что мы, ну, вот эти все вот эти разработки, которые были сделаны нашими учеными, ну, прежде всего Анатолий Ивановичем, вот, химик в области химической технологии, мы надеемся, что они будут воплощены в жизнь и будут работать на благо нашей Родины, нашего государства. Сейчас роль российской науки усиливается, именно ученые находят то, что еще вчера никто не мог даже вообразить. И это очень важно, ведь главная мечта Анатолия Николаева – увидеть, как его разработки воплощаются в жизнь. И Нина Морозова и Максим Чинкин, ТВ21+. Четыре миллиона мальков форели, выращенных на Кольской АЭС, выпустят в 2026 году. В ближайшем будущем в Полярных Зорях появится новое производство. Администрация города, электростанции и компании-инвесторы обсудили возможность строительства завода вблизи энергетического предприятия. На Кольской АЭС подписано соглашение о сотрудничестве по созданию крупного рыбопромышленного комплекса. Высокотехнологичное производство разместят на площадке электростанции. Ведь тепло сбросного канала стало одним из определяющих факторов для развития нового бизнеса. Атлантический лосось и радужную форель планируют выращивать в пресной воде с использованием соли, что позволит ей при необходимости адаптироваться в море. Такой метод выращивания успешно применяется за рубежом. Уже сейчас инвесторы продумывают возможность для реализации строительства второй очереди завода, который позволит выращивать рыбу от посадочного до товарного размера в крупных промышленных масштабах. Мы планируем построить очистные сооружения, которые в том числе позволят нам не допустить сброса в воду каких-то там веществ или каких-то там гидробионтов. Строительство завода начнется в 2025 году. Запуск производства планируют к 2027. Проектные работы на площадке будущего производства компания начнет уже в этом году. Всеволод Краснов, ТВ21+. Вы смотрите новости на ТВ21+. Мы продолжаем. Сказочный проект придумали артисты Мурманской областной филармонии и врачи детской клинической больницы, чтобы скрасить будни юных пациентов онкологического отделения. Ребята в перерыве между уколами, приемом лекарств и интенсивной терапией нашли время и для развлечения. Чтобы меня огорошить, Сизов привел ко мне лошадь. Поэзия детского писателя Олега Григорьева со своеобразным взглядом на обыкновенные вещи. Рассказы королевы русского юмора с доброжелательными шутками Надежды Тефи. Сегодня пациенты Мурманской областной детской клинической больницы окунулись в мир литературы, позабыв на мгновение о продолжительном лечении. Это мне тоже полезно. Во-первых, я люблю литературу. Во-вторых, мне кажется, важно чтение не то, чтобы пропагандировать, но как-то говорить о том, что это действительно увлекательно, это интересно. И я очень надеюсь, что и среди детей есть любители чтения. И вообще общаться полезно. И по хорошему поводу общаться полезно вдвойне. Один из самых увлеченных и внимательных слушателей на литературной встрече – маленький пациент Вася. У него острый лимфопластный лейкоз. На лечении в больнице находится уже два года. Мама мальчика уверяет, что подобного рода развлечения поднимают детям настроение и позволяют быстрее идти на поправку. Естественно, это хорошо, что вы к нам приезжаете. Мы благодарны, мы очень благодарны, что не забываете нас. Мы вас ждём. Спасибо вам огромное. Сейчас в онкологическом отделении больницы находится на лечении около 30 юных пациентов с диагнозами – острый лейкоз, опухоли головного мозга, нервной системы, костей и мягких тканей. Процесс терапии здесь особенно долгий и может составлять от двух недель до нескольких лет. У нас таких мероприятий немного, но мы этому очень рады. В период ковида этих мероприятий не стало, поэтому мы сейчас только набираем обороты и милости просим всех. Научно доказано – хорошее настроение помогает в лечении. Улыбки на лицах детей – лучшая благодарность. Юрий Монаков, Максим Кравченко, ТВ21+. Фестиваль социальных и волонтёрских проектов, который реализуется благодаря поддержке компании «Фосагра», вслед за Кировском состоялся и в Апатитах. Праздник с говорящим названием «На севере жить, добро творить» в городском дворце культуры стал рекордным как по количеству гостей, так и участников. Они организовали более 25 творческих, научных, спортивных и игровых интерактивных локаций. Среди участников фестиваля – общеобразовательные и дошкольные учреждения, филиалы Мурманского, Арктического университета в Кировске и Апатитах, горнолыжный курорт «Большой Вудявор», молодёжный центр и другие организации. Каждый участник постарался чем-то удивить. Дрозд хибины, например, увлекли аромагией, а студенты терема заинтриговали возможностью увидеть больше. Во время вращения этих лопастей одновременно работают эти светодиоды, и человеческий глаз воспринимает эту картинку общим целым. Организатор выдает пуговицу, либо какой-то деревянный предмет с каплей этого масла, и человек ходит и ощущает эти запахи. Праздник «На севере жить, добро творить» предоставил возможности сделать массу интересных открытий. Гости фестиваля не только внимательно слушали познавательные лекции, но и сами принимали участие в научных экспериментах и разнообразных мастер-классах. Ребята прекрасно провели время и заодно получили ответы на множество «почему». Например, узнали, как готовить шоколадный десерт или управлять вентиляционными системами. А ещё научились тому, что не каждый взрослый умеет. Также понравилось, как тут делают ракеты, велосипеды. Тут можно выбрать профессию, которая больше всего понравилась. Это очень крутой фестиваль, нам очень понравилось. Там свечи варенья было прикольно. Мы сходили там, фрукты в шоколаде поели. Кулинария интересная, дают попробовать всё. На торжественной церемонии открытия фестиваля министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, приветствуя гостей, подчеркнула. Это разноплановость фестиваля, умение его участников держать руку на пульсе жизни. Впечатляет с первых минут. Столько идей. Самое главное, что они все благодаря грантам Фосагра воплотились в жизнь. Либо используются уже в образовании, в медицине. Я поздравляю вас, дорогие друзья, с этим праздником, фестивалем. И пусть это будет действительно добрая, хорошая, долгая традиция на Кольской земле. О наглядных результатах сотрудничества с компанией говорила и глава города Апатиты Светлана Котельникова. Клад компании Фосагра в развитии города Апатиты очень огромный. В то качество проектов, которые были сегодня представлены, в то целеполагание, что эти проекты потом отзовутся в будущем. За активное участие в фестивале социальных и волонтерских проектов благодарственные письма Кировского филиала акционерного общества Апатит получили представители организаций, которые выступают социальными партнерами компании Фосагра. Поддержка компании Фосагра учреждений сферы образования носит системный характер. Еще в детском саду под свое надежное крыло юных северян берет организация ДРОСТ. Детям России образование, здоровье и духовность. На следующем этапе все условия для развития молодежи создают Фосагра школы. Затем эстафету принимают профессиональные учебные заведения, филиалы МАУ в Кировске и Апатитах. А финальным результатом эффективности образовательной парадигмы школам, колледж, вуз, предприятиям становится гарантированное трудоустройство в компании, где перед молодыми специалистами открываются большие перспективы для карьерного роста. В Мурманске стартовали соревнования 64-го праздника североучащихся по лыжным гонкам и снегоступингу. Они являются частью программы специальной Олимпиады России. Состязание открыли Полярную Олимпиаду – главное спортивное событие Кольского Заполярья. Трассы Долины Уюта за два дня примут больше ста учащихся коррекционных школ, школ и интернатов, учреждений дополнительного образования практически со всей Мурманской области. Участников делят на категории в соответствии со своими физическими возможностями. Все спортсмены получат сувенирную продукцию, а победители и призеры – традиционные кубки и медали. У нас ребята ежегодно после вот этих соревнований, они являются отборочными, формируется сборная команда, и она принимает участие в российских соревнованиях. Более того, ранее, когда проходили всемирные игры, специальные Олимпиады зимние, мы дважды принимали участие, наши ребята входили в состав сборной команды России. Один раз побег на снегоступок, другой раз это были лыжные гонки. Вот приезжали оттуда с медалями. Чувствовать себя комфортно во время занятий спортом или на прогулке несложно, если на вас качественная верхняя одежда. За последние несколько лет российский рынок покинул свыше трех тысяч западных брендов. Где приобрести хорошую куртку, знают эксперты. Норвежская выставка всего на пять дней открылась в столице Гипербореи, городе Кавдоре. Моделей осталось немного, по несколько размеров каждый. Однако менеджеры уверяют, абсолютно каждый сможет найти что-то для себя. Наша компания Орса Групп распродает товарно-остаток с закрывшейся европейских магазинов верхней одежды. То есть на выставке представлены канадские и норвежские аляски, скандинавские и финские пуховики, облегченные дубленки. Сейчас акцент сделан на весеннюю одежду, облегченные кожаные куртки, ветровки из мембранной ткани, размеры от сорокового до 76-го. Мне очень нравится цвет, ощущение, мягкость. И вот я пока ходила, вся такая красная-красная, а как одела эту курточку, мне прям полегчало. Она дышит на мне. Ну и я в ней хорошо себя чувствую. Ну а старенькую мы на шашлыки заберем. Скидки на товар достигают 70%. На выставке можно найти не только весеннюю одежду, но и подобрать что-нибудь на осень или даже следующую зиму. Это демисезонная кожаная куртка. Кожа овчины, выделка напа. Кожа обработана полифит маслами. Она не промокает и не оставляет, самое главное, после дождя, никаких мокрых пятен. Внутри подкладка – это шелк, она дышащая. Такие хорошо подойдут на демисезон и на лето. Примерить и выбрать верхнюю одежду жители Ковдора могут с 6 по 10 марта по адресу улица Кирова, дом 10. Найти вход вы сможете по воздушным шарам. Выставка открыта с 10 утра до 8 вечера. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. В Кандалакше до плюс 3 градусов. В Умбе от плюс 1 до плюс 3 градусов. В полярных зорях плюс 2 градуса без осадков. В Абатитах – 0, плюс 2 градуса снега не предвидится. В Кировске от минус 1 до плюс 1 снега не будет. В Кавдоре – плюс 2 градуса переменная облачность. В Мончегорске – от 0 до плюс 2 градусов. В Лавозере – плюс 2 градуса снег. В Оленигорске – от 0 до плюс 2 градусов переменная облачность. В Никеле – плюс 1 градус осадки. В Заполярном – от 0 до плюс 2 градусов мокрый снег. В Североморске – плюс 2 градуса мокрый снег. В Мурманске – до плюс 2 градусов. Будут осадки в виде мокрого снега. Это были новости на ТВ 21+. Для вас работал Юрий Монаков. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова